привет друзья пару дней назад я купил себе вот такую вот штуку а сегодня утром выложил видос как я очищу лобовое мерсу и получил от вас столько комментариев в том числе в личку столько вопросов что я понял лучше снять видос чем отвечать каждому персонально тем более что у нас сейчас своего рода простой из-за погоды и то regva 8 и alpina xb7 стоят и ждут более подходящие погоды поэтому время поснимать есть и интерес видимо у вас к этой штуке есть но это не самое интересное вы уже поняли многие да что это электрический шкребок керхер но пока я ехал в офис чтобы снять видос мне пришло личное сообщение от кого вы думаете от керхер у нас было предложение поинтересней делаем промокод инфокара эти 10 процентов получают подписчики но не спешите сейчас я расскажу много хорошего и плохого про вот эту вот штуку и так кстати может это будет прикольным подарком на 14 февраля сейчас мы разберемся поэтому мы спешим с видосом и так был я в керхере увидел странную вещь для меня керхер как наверное для большинства из вас это мойки о которых все давно знают оказалось что не только и вот один из примеров короче это электрическая приблуда с аккумулятором внутри и вот здесь вот что самое интересное многие писали что это шлифмашинка и так далее нет здесь пластик ну я даже не знаю что это это то ли жесткая резина то ли мягкий пластик в общем вот такие вот не знаю как это объяснить но как это назвать работает очень просто мы и включаем и дальше нажимая на корпус чтобы все это было безопасно получаем получаем вращение и чистим лабаж почему много всего важно обсудить потому что в комментариях вы написали что это вредно и предложили миллион других вариантов как размораживать стекло или чистить его и вот хочется все это обсудить потому что было много смешных и так ну во первых давайте начнем с того что вот эту штуку делали для европы и не китайцы как вы понимаете и конечно ее главная задача это скажем так дайте возможность европейцам чистить машину от льда не включая двигатель да не обогревая потому что в европе за это вы получите офигенный штраф у нас пожалуйста газу и траве детей людей не хочу и понятно если у вас есть подогрев лобового стекла если у вас теплый гараж если у вас куча времени если вы если вам вообще по барабанную атмосферу то вам эта штука абсолютно не нужна но я сейчас покажу зачем она может понадобиться так как она работает опять же стекло которое мы с серёгой наморозили водичкой санитайзера кстати не сразу мы поняли что санитайзер то не замерзает потом пришлось помыть бутылочку чтобы водичка начала это замерзать в общем сильно крыга у нас поехали серёга а и Продолжение следует... Нормально. Ну что? Что важно понять? Выглядит это все как бы очень красиво. И, в общем-то, как минимум Кикерхер в рекламе. Когда ты пшик-пшик, машина чистая. Но все не так просто. Надо понимать, что возможности этой штуки не безграничны. И у нее есть определенное количество ограничений. За счет того, что вот эти лопасти, или как их назвать, они достаточно мягкие. Они не могут справиться с толстой коркой льда. И надо немножко приловчиться. Надо немножко ее надколоть. А дальше она идет как бы уже проще сама. Плюс, кстати, сразу говорю, не пробуйте трогать вот это вот руками включенное. Будет больно. И этот не вибромассажер и ничего-то подобное. Сразу забудьте. Штука опасная. Так вот, надо приловчиться. Она как бы не спасает во всех жизненных ситуациях. Не спасет как бы от толстенной корки. Но вот от стандартной ситуации, как сейчас, самое оно. Ну и вот главный вопрос, да, который возникает. Царапает ли она стекло? Сами вот эти щетки точно не царапают. Но, конечно, если там будет песок, вот прям песок-песок, песчинки, то царапать, я уверен, будет. Хотя сейчас я вот первый раз, когда это сделал, думаю, ну, мама, гоплык. Появились такие полосочки. Но эти полосочки, это как раз следы от щеточек, которые мягкие. Они как бы немножечко как рисуют по стеклу, да. Дальше они стираются. Сетки царапин нет. Так вот, конечно, если у вас полностью загаженное песком стекло, лучше этого не делать. Но я к своему стеклу, скажем так, отношусь попроще. Надо понимать, что дворники-то делают на самом-то деле то же самое. И, конечно, если вы хотите машину эксплуатировать там 10 лет, да, и у вас есть на это время, вы можете прогревать или брызгать там химия специально распотевающая. Наверное, это лучше, да, и стекло будет дольше живо. Но в моем случае я быстрее его убиваю песком по трассе, скажем так, на скорости, да, и теми же дворниками, потому что времени у меня нет. И для меня получается, что эта штука неплохой вариант. Как бы я им пользовался, в принципе, да. Не надо стоять и чистить все стекло. Потому что, действительно, чтобы этим шкребком почистить всю машину, вы потратите, ну, не намного меньше времени, чем если ее разморозите. Я бы делал так. Я уже это делал пару раз. Когда быстро выходим из машины, у нас все замерзшее. Во-первых, сразу включаем двигатель параллельно, да, чуть-чуть оно отклеит лед сразу же. А дальше чистим самые важные зоны, быстрые, как в танке, вот эту вот бойницу, вы понимаете. Так, надо все время включать, это она выключается автоматически. И готово. Плюс вокруг зеркал на боковинках, и можно ехать, а остальное, в принципе, распутеет само по себе. Плюс надо понимать, что у вас есть зона работы дворников, да, там, где песка, как бы, ну, если и будет, то совсем мало. А есть вот эти вот части, да. Если, опять же, у вас стекло грязное, хотя у меня вот вроде даже не грязное, то вот тут вот лучше шкрепком часто не чистить, потому что там песка может быть больше. В зоне работы дворников проблем быть не должно. Но, опять же, смотрю сейчас на свое стекло. Я царапины вижу, но явно не от этой штуки, потому что они направлены вот так вот вдоль движения машины, то есть это камушки и песок на трассе. Вот такая вот интересная штука. Керхер. Итак, переходим к самому интересному. Вот тот самый скидос, да, который мы обещали, для нас сделали промокод инфокар. Я думаю, к тому моменту, как мы этот видос с клеями опубликуем, уже он будет работать. В описании к этому видео будет ссылочка. По ссылочке делаем заказ на официальном сайте Керхер. Вводим промокод инфокар вот так вот большими буквами и получаем скидку 10%. Сколько стоит эта штука? Тысяча семьсот девяносто девять. Минус десять процентов, это минус сто восемьдесят гривен. Тысяча шестьсот там пятнадцать. Сразу хочу вам кое-что сказать. Если вы зайдете на Hotline или Е-каталог, вобьете название этой штуки. Она называется Kercher IDE 4, то вы увидите цены ненамного... Не, скажем так, даже, по-моему, там есть что-то типа 1600 гривен. Даже чуть дешевле, чем со скидкой. Но тут все просто. Это, как мы поняли, это контрабас с неофициальной гарантией. То есть там гарантия тоже может быть, да. Но понимаете, что такое гарантия официальная, неофициальная. То есть у нас сеть Kercher, как вы знаете, развита. Магазинов масса, ну, по крайней мере, по Киеву. То есть есть официальные сертифицированные центры, где вас обслужат, объяснят. Где быстро ремонтируют. Ремонтируют не путем паяния и приклеивания, а путем замены как бы официальных запчастей. Все это есть в наличии. Ну и плюс, опять же, с вот этих всех штук какая-то часть денег уходит все-таки в бюджет, как налоги за ту самую растаможку. Вот. Так что, в моем понимании, надо брать у официальных дилеров. 14 февраля послезавтра. И, конечно, если вы решите кому-то это подарить, я вот думаю, девушке вообще подойдет это как подарок. Ну, наверное, да. Главное ей объяснить, да, что руками не трогать. И там, где виден песок, там не шуровать долго. Вот. Мужику вообще, по-моему, must have игрушка. Так вот, если вы не успеете, вам, в смысле, если вы сегодня закажете, то вряд ли к воскресенью вам ее доставят из интернет-магазина Kercher официального. В таком случае вы можете пойти в сертифицированный дилерский центр. В описании есть ссылка с картой по Украине. Там тоже сказать промокод инфокар. Вроде как нам обещают, что и там вам сделают обещанную скидку. А теперь самое интересное. Ответы на ваши вопросы из комментариев. Так, первый комментарий. Надеюсь, машина не своя. Не страшно ли портить стекло? Как я уже сказал, первый раз на самом деле было очень страшно. Потом, когда посмотрел, вроде все нормально. Чисто, но опять же, для меня стекло лобовое – это расходник. Ну, уйдет оно все равно раньше, скорее всего, от камней по трассе. Еще из веселого. Можно ли этой штукой снимать катышки со свитера? Я боюсь, что нет. И, пожалуйста, не развивайте дальше вот эту вот фантазию, потому что там уже и про интимный массаж понеслось. Нет, нельзя. Только стекла. Выглядит опасно. Мне еще понравился один комментарий. Как-то совсем бездушно, как будто нарезать оливье на овощерезке. Ну да, как-то так. С душой это сидеть и долго размораживать в машине. Ну и вот, как-то так. Опять же, не ждите чуда от этой штуки, но все равно работает она лучше, чем я думал. Поэтому, с учетом всех перечисленных плюсов и минусов, может быть, прикольная штука. А сейчас, может быть, я кого-то удивлю как минимум тем, что в команде Infocar есть не только мужики. И мы, в конце концов, выясним, может ли эта штука стать подарком на 14 февраля, но не мужчине, а женщине. Катя, представь, 14 февраля и подходит к тебе твой молодой человек и говорит, Катя, я тебя так люблю, так люблю, на. Спасибо. Это, чтобы чистить стекла в твоей машине или в моей машине. Попробуй. Если вы не поняли, Катя первый раз видит эту штуку и не понимает вообще, зачем ее позвали выйти из теплого офиса. К стеклу вообще можно прислонять? Ну попробуй. Если что, мы скажем, типа, нет, Катя, остановись. Включить надо. Дави на нее. А, она опять выключилась. У нее автоматическое выключение. Ну ладно, смотри, тебе подсказали, что надо нажать эту кнопку. Зеленая лампочка загорелась. Поехали. Так, главное, подальше от вот этой штуки. Туда, вот тут. Не, смотри, вот здесь лед. Слишком высоко, Паша. Керхер, пожалуйста, обеспечьте табуреткой в комплекте эту штуку. Вот здесь можно. Так, ну хватит, хватит, я думаю, уже хватит. Ну и теперь вопрос, ты обиделась за такой подарок? Ну, если в подарок еще будет табуретка, тогда нет. Ну, работает, да? Похоже, она работает. Или лучше шкребочком большим? Ну, шкребочком, возможно, лучше, но не очень безопаснее за стекло. То есть этим безопаснее, помнишь? Ну, видите, девушки как минимум не догадываются, что это страшный уничтожитель, уничтожитель лобовых стекол, как вы писали в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok